Друзья, всем привет! С вами снова Андрей Фермер. Мы продолжаем работать. Сегодня у нас 3 июля. Продолжаем сажать картофу. Остается где-то гектар 15 посадить, но это немного. Если нормально взяться, нормальная подготовка к земле, то в течение 2-3 дней можно закончить посадку и заняться другими делами. На данный момент у нас все шел дождь. До обеда мы в поле не выезжали, работали по месту. Там у нас приехали опрыскиватель на отстраивать. Наш новая компания ЛПР. Сейчас там не хватило пару флангов. Поехали покупать фланги, но попозже я расскажу про опрыскиватель. Может быть в этой серии, может быть в следующем. На данный момент я еду в поле на МТЗ-80 двойки. Едем кидать удобрения. Ну, сейчас раскидаем на 10 гектар пока, а потом уже будем смотреть. Со мной на подстраховке МТЗ-1221 с фоном. Ну, чисто баулы мне закидать. Ну, и газон уже в поле. Он впервые нас добрался. Он уже ждет нас там в поле. Ну, а может засел, не знаю. Сейчас у нас грязь. Будем смотреть. Если что, протянем у водополя. Там у нас на поле 2 баула есть. Еще ведем с собой 5 баулов. Это как раз вот плюс-минус там 15 гектар. Давно хватит. Ну, даже остаться. Ну, посмотрим по обстановке. Будем сажать, наверное, 35 гектар. Все-таки больше сажать не будем. Сильно риск большой. Много зерна посеяно. 250 гектар. Плюс еще гектар 60. В районе 70. Там плюс-минус я точно не читал. Мы в районе 70 яровых. Поэтому еще 35 гектар картошки и хватит. Главное, чтобы нам это все убрать. Кстати, вот у нас поле пшеницы, где мы проводили обработку от сорняка. Валерина супер. 400 грамм. Ну, 400 миллилитров на гектар давали. В принципе, вот уже начало желтеть. Прошло неделя где-то с момента обработки. Ну, может, чуть побольше. Дней 7-8 где-то вот так прошло. И уже начало желтеть сорняк. Ну, я думаю, сработало более-менее нормально. Сейчас же я так же обработал около базы. Но остатками балерины. Там еще препараты, остатки помешал. Но это я вам попозже буду на базе. Покажу, как этот препарат сработал. По большевику Сосновску. Ну, а у нас без ЧП не отходится. Все-таки год он застрял. Но тут реально, сами видите, сейчас вылезу, покажу вам. Грязь. Не то, что грязь. Она земля просто мягкая. Провалился машина. А 5, 5 баулов, 5 тонн на борту. Одел 6, закинуть. Но просто 5. Так можно было бы и 6. Кидануть. Колеса накачан у нас 6. Зад, перед 5,5. Ну, вот так вот работает. А другой вариант какой? Такие вот лужи. Точнее клей. Ну, он как начал садиться. Здесь уже земля проваливается. И опять баулечка у нас. 15, 15, 15, 10. А так не заваливается? Да, 10 или ошибаюсь. Да, 10. Очень хорошее удавление. Завелся, да, со стартера? Ну, зарядка работает. До этого, что-то с ручки заводили. Не завелся. Ну, я думаю, с этим проблем не будет. Ребята вытащат его быстро. Параин, да, они там не зацепят. Мой бархас. Давай-давай, передок. Даже МТЗ нагрузку чует. Сейчас планируем покупку прицепчика. Уже приценивались. Нормальный прицеп. Хороший, российский. Стоит в районе 700 тысяч. Ну, 6,5 грузоподъемных. Или 5. Да, 6,5 грузоподъемных. Ну, мы берем под МТЗ. 12,21. Может быть, какой-то другой будет таскать. Кстати, писали, что в кабине грязно. Ну, насчет этого. Это же трактор А работает в поле. Поэтому от этого никуда не деться. Сейчас вот этот грязный трактор чистый более-менее. Сейчас только в поле его запустить. Такой же будет, как те. Стараемся все равно мы чуть-чуть следить за ними. Просто времени нет. Я приезжаю домой в 11, в 10 часов. И встаю в 7, иногда бывает в 6. Все зависит от сил. Если есть работы много, то в 6. Поэтому мне заниматься именно в кабину придворить каждый день. Это вообще нет времени на это. Но мы убираемся, но так редко. В основном тут пыль эту протрешь, даже продуешь. Но час поработал трактор в поле, она вся такая же. Поэтому от этого никуда не деться. Были бы здесь кондеры, а их просто нет. Когда-то ставили кондер на один трактор. Он перестал работать. Там 2 года поработал и отказал. А тогда по тем деньгам 50 тысяч отдали. Поэтому было решено работать так, без кондеров. Ничего, как-нибудь выживаем. Вот у нас сейчас дед на подмогу пашет. Он пашет на Вальтра. А мы сами на МТЗ работаем. Ну и нормально. Привыкли уже на МТЗ работать. Без кондеров. Да я думаю, сейчас полстраны так работает. Не только у меня такая ситуация. Пишите в комментариях, есть у вас в кабине пыль. Или у вас прям все чисто, идеально. Такого не бывает. Не, ну может кто-то и поддерживает чистоту. Если работаешь там, где-то кому-то объехал огород, трактор помыл, он стоит. Тогда да. А когда трактор каждый день в поле работает, и прыгаешь с трактора на трактор, такую чистоту поддерживать не получится. Чисто физически времени не будет на это. Ну а по поводу стекол, кстати, вот это правильное замечание. Я просто хочу, сейчас заказал эту штуку, чтобы мыть стекла. До этого тряпка ее промоешь стекло, оно все равно это, разводы остаются. Надо такой скребок специальный купить. Я сейчас захожу на Вайлберрис, и будет вообще все четко. Утром пробежался, с ведром воды стекла протер, и самому лучше видно будет, в любом случае. А так вот, сейчас протер, и она все равно все мутные. И ничего с этим не сделает. Ну уже подъезжаем, кстати. Ну тут где-то 10 гектаров, потом перевезем удобрение на другой участок. У нас тут все раскидано территориально. Ну, километр друг от друга где-то поля вот так. Но от этого никуда не деться. Так, ну мы засыпали первый баул. Сейчас напарник мне второй приведет туда. Это поле у нас уже практически досажено. Там осталось, ну, чуть-чуть совсем пройти. Может прохода 3-4 сажалкой, и все, тоже будет досажено. Сейчас вот едем на нижнее поле. Там 10 гектар. Ну, здесь плюс-минус 20. Может чуть поменьше, чуть побольше. Ну, там сотые какие-то пляжи. А тут вот именно, там вот именно 10. Ну, здесь я еще отступал от края. Нужно поровнее отбить, а все равно будет не особо ровно. Ну, пойдем. Другого варианта нет. Сейчас выхожу на полоску. Рассеиваем. Сюда должно уйти у нас 4 баула. Ну, плюс-минус 4. Ну, да, да. Еду так. 4 баула. Уже высаживаю второй баул. Для понимания. Но я здесь обратно шел. Не хватило мне чуть-чуть. Вот так выглядит. Ну, я думаю, видно, там прям все усеянное получается. Ну, и перекрытие более-менее хорошее. Мне радует. Вообще, этот разгладыватель кидает без всяких проблем на 24 метра. Ну, а только надо настраивать. Так, ну все. Здесь уже подкормили этот участок. Ну, точнее, разбросали удобрение. Тут еще ничего нету. Нечего подкармливать. Потом пускаем уже после удобрения в фрезу и вслед сажаем. Сейчас тянем удобрение. Остались на газончике. Тянем на другой участок. Там разгрузим его между двумя участками. Будет стоять у нас это удобрение. Ну, а потом уже в процессе раскидает. Ну, или может даже сегодня раскидает. Посмотрю по обстановке. Нам еще надо кормануть ячмень и овен. Опять придется в полную машину грузить баллов. Но там 540 влезает побольше. Я думаю, быстрее получится намного. Высыпать будем сразу постараться по 2, наверное, высыпать. Ну, чтобы намного хватало. Иначе слишком часто эти заправки очень много времени отнимают. Надо стараться засыпать 2. Но опять будем смотреть по обстановке, чтобы сильно не приминало посел. И не тонул трактор. При нашей погоде все бывает. Вот до сих пор лужи стоят. Так, ну все, мы переехали на другое поле. Сейчас ребята протаскивают. Газон не проходит своим ходом, потому что вот такая вот жижа везде. У нас погода вообще на грани фантастии. Ну, смотрите, птичка крылом закрывается. Интересно. Здесь где-то, кстати, птенцы и убегают. Я в каком-то видосе показывал, там при пахоте переносил их. А здесь уже, ну, другое поле, значит, другие птенцы и другие птицы. Они, когда едешь на тракторе, их видно, а когда выходишь, они прячутся. И не особо их увидишь. Они сейчас побольше стали уже, бегают быстро. Поэтому, ну, их трудно обнаружить. Это поле будем запахивать. Здесь засеивать горчицей для картофановича на следующий год. Ну, чтобы бурьян не рос. И горчица как седерат работает. В принципе, эффект от нее есть. Ну, она просто до цветения. Ну, мы обычно, бывает, когда как получится. И в момент цветения запахивали, и до цветения. И уже когда отсветало. Тут как получается по времени. Ну, в этом году, я думаю, нормально запах. А так вообще до цветения ее запахиваешь. И все, 8 килограмм на гектар сеем. Горчички. Ну, и нормально получается. Сейчас покажу ячмень наш. И это вот самый первый посев. Это ячменя. Здесь 10 гектар. Ну, сейчас как раз я сюда подскочу. Высыплю два баульчика. И подкормлю. Ну, уже можно кормить. Уже приличные сходы. Вот, сходы дружные. Ну, здесь, по крайней мере, в отличие от пшеницы, она не вымокла. И вообще идеально. Поле все усеяно. 240 килограмм, по-моему. Не помню. Посмотрите прошлый видос, где мы сеем. Я не помню, сколько я там говорил. Мы выдавали уже. По-моему, 240 килограмм на гектар. Ну, или 230. Вот что-то две цифры. Либо 240, либо 230. Точно я не могу сказать сейчас, на сегодняшний момент. Сейчас 100 килограмм удобрение создадим. Ну, селитра аммиачная, 100 килограмм. И она пойдет еще больше в рост. И потом уже чуть сработает удобрение. Через недельку, полторы пройдем от сорняка. Но сорняка еще не видно. Он еще не вылез. Сейчас попозже вылезет. И мы его продуем. И здесь, кстати, будем тоже вот эти картофельные поля. Сейчас они чуть постоят по ходу, а потом я задискую. Сорняк выйдет. Сплошную обработку. Еще один раз задискуем. И посеем уже горчицу. Сплошную обработку делаем всегда под картофельные. Ну, и под зерно иногда тоже делаем. Раз в три года делаем сплошное под зерно. Чтобы ну, лучше урожайность была. Ну, и меньше сорняка, семян. Короче, чем больше сеешь, это одними и теми же семенами. У нас нету сортировки никакой. Только если вот отбивает сама зерносушилка, отбивает чуть хлам. Сейчас разгружаем. У нас там три баула. Это на шесть гектар где-то. Ну, там плюс-минус и показывает. 28 гектар, 28 чем-то. И здесь гектар 6. Ну, 35. Ну, и 6-7 тут. Ну, где-то чуть-чуть возьмем от этого, если не хватит. 5 гектар здесь точно есть. А может, и больше. Ну, в любом случае, сделаем 35, чтобы ровно было. И будет нормально. Почему не стали разбрасывать сразу? Но погода непредсказуемая. Не знаю, сколько это удобрение будет лежать. Оно со временем теряет свои свойства. Поэтому раскидываем по мере обработки земли. Сейчас то, те участки доделаем. Я утром быстро подскочил, раскидал и сразу сюда фрезу. Здесь будем свежая пахота. Здесь будем пускать фрезу прямо после пахоты. Ну, как раз покажу вам результат вот именно работы фрезы после пахоты. Работает ничем не хуже, чем если вот после коса. Когда-то мы тоже пахали и сразу фрезу пускали. Как ранее говорил, сейчас высыпаю бабочку два баула. Это чуть больше тонны будет. Тонна 800. Ну, якобы баула эти 400... Это 540. Думаю, улезть должно. Ну, а там уже посмотрим по обстановке. Помаленьку доеду. Я не думаю, что будут какие-то проблемы сейчас с переездом. Блин, вот это вот удобрение селитра режется в 100 раз лучше, 15-15-15. Здесь. Не высыпается быстрее. Но здесь гранула меньше. Так, ну все, поле я закончил. Получилось практически 10 гектар, но как я и говорил. И осталось бабочке. Потому что даем еще килограмм. Еще где-то килограмм 80, но осталось по как раз где-то 80 килограмм там и есть. Там на дне. Сейчас едем на другое поле. Надо поднавалить мне, чтобы двигаться побыстрее. Там ребята уже ждут. они уже приехали. Куда не знаю, приехали они. Ну, по крайней мере, трактор и газон выехали в ту сторону. Теперь дело за мной. Ну, а мы приехали на большое поле. Сейчас уже 18 гектар показывает. К сожалению, сыпем по одному баволу. Ну, тут сыро очень. с двумя баволами тяжело. Я попробовал первый раз. Тяжеловато. Клеи большие остаются. Поэтому к одному баволу. Ребята все время там расставляются в краю. Не знаю, видно нет. Но поближе поеду, поеду, покажу. Расставляют по краю поля баволы, чтобы быстрее было. Я подскочил, мне высыпали и сразу я на полосу обратно вернулся. сегодня мы должны закончить подскорку. Хотя бы на вот этих дальних участках, а потом уже есть еще один участок поближе, но там в любом случае будет проще. Там тоже где-то в районе 10 гектар. Туда надо будет два бавола. Даже если высыпать клапочку, я их довезу и рассею. Ну, а вот бавола стоят вдоль поля. Я бы подъехал. Сразу подскочили, меня высыпали. Возим, на газончике, но я до этого говорил в видосе. Ну, что, там нормально? Ну, 24 метра четко. 20 20 сантиметров погрешность. Ну, сейчас даже, наверное, еще меньше. Вообще идеально работает. Да, да. Мне тоже нравится. Но картофу сажать по нему нельзя. только вот зерно подкормить. Мы уже приспособили резать или баула поречь, чтобы быстро высыпались. Ну, потому что кормить прилично. Ну, ничего, сегодня закончим в любом случае. Буду работать в ночь. Но докормим сегодня. Ну, все, друзья, ячмень мы докормили, сейчас еду кормить овел. 41 гектар с лишним получилось. Ну, я думаю, где-то на гектар, 40 там есть, может, где-то прижался, а может, так и есть, 41, не знаю. но в районе 40 гектар, как я ранее говорил. Сейчас нам надо еще покормить это 20 гектар овса и на сегодня все. Время у нас 8 часов, я думаю, часов до 10 управимся. Сейчас еду 20 километров в час, наваливаю, потому что, ну, нельзя терять ни минуты.